Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут доктор Игорь Игоревич Атопеков, я врач-онколог, канал На Пульсе. И сегодня мы с вами продолжаем тему и питания, и народных средств, и поговорим о гречихе, ну, о гречке. В чем ее польза? Что в ней хорошего? Какие витамины, микроэлементы в ней содержатся? Какое влияние они оказывают на наш с вами организм? И даже поговорим о том, какие есть клинические испытания на людях с использованием гречки, гречихи. Давайте начинать. Итак, гречиха – это безглютеновая культура, которая богата самыми разными витаминами, микроэлементами, пищевыми волокнами и разными уникальными веществами природного происхождения, которые будут оказывать море влияние на наш организм. Ну, допустим, противовоспалительная защита печени, защита почек, антиоксидантная активность, противоопухолевая активность, снижение сахара крови, холестерина, защита нервной системы и так далее. Самыми популярными являются гречиха обыкновенная, которая нам привычно с вами, и гречиха татарская. Посмотрите вот здесь. Это гречиха обыкновенная. Смотрите, какие красивые цветы. И вот это поле цветущей гречихи. И есть еще чаи даже с гречихой. Насколько они полезны? В моем понимании лучше, конечно, есть цельный продукт. Ну, чай тоже, в принципе, как вариант. Я вам еще покажу одно исследование, клиническое испытание, старенькое, где исследовали именно чай. Обратите внимание на вот эту таблицу. Вы видите, какое огромное количество различных веществ содержится в гречихе. Это самые разные флавоноиды. Флавонолы. Вот мы... Ну, я выделил, которые более известны, которые более популярны на слуху. Такие как рутин. Это самый... Самый превалирующий, скажем так, флавонол, содержащийся в гречихе. Причем татарская содержит его больше, чем обыкновенная. Рутин крайне важен для этой культуры, потому что он защищает ее и от замерзания, и от различных насекомых, животных, от ультрафиолета. Высокие содержания рутина могут вызывать такую горечь, то есть придавать горький вкус. И это будет отпугивать животных, которые то и дело норовят съесть это прекрасное, красивое растение. Кстати, концентрация рутина, вот тут еще есть кверцетин и других, допустим, флавонов, она повышается при проращивании семян. Что еще здесь содержится? Ну, нарегинин, известное вещество. Потом эпигаллокотехин и галат, в том числе, это вещества уже ближе к зеленому чаю. Антоцианы, допустим, это пигментные вещества. Мы знаем их много, например, в окрашенных ягодах или в кожуре яблок. И разные другие, допустим, генистеин, всякие фенольные кислоты. Те же, что мы видели и в... Там что-то в одуванчике видели, что-то видели в кофе, в ваниле. Вот, допустим, кумарик, там где идет кумарик, это значит, они будут обладать свойствами кроверазжижения. Несколько подобного варфарину. Но, вы будете, естественно, задавать вопрос, вот я пью там, допустим, кардиомагнил. Могу ли я не пить кардиомагнил, а есть гречку каждый день? К сожалению, здесь сложно с дозированием, поэтому отменять что-либо не стоит. Но необходимо помнить, если вы пьете постоянно что-то, ну, траву какую-нибудь, кроверазжижающую, например, пьете постоянно в достаточно высоких концентрациях, эти вещества могут действительно наложиться на эффекты того же аспирина и повысить риск кровотечений. То есть, это все тоже не так уж и безобидно. Но, в целом, многие природные средства растительные, они обладают кроверазжижающими свойствами. Поэтому, кто ест вот такую полезную растительную пищу много, ну, я говорю о здоровых людях, допустим, у них все-таки риски тромбозов снижаются. Дальше, посмотрите, резвератрол, ну, и много разных других веществ. Если вы посмотрите на сборную такую таблицу разных веществ, содержащихся в гречихе, мы можем уже по доклиническим испытаниям примерно предположить, какие эффекты мы можем ожидать, если применять гречиху постоянно в больших концентрациях, в больших количествах. Ну, первая группа веществ, тут же, этот же кверцетин, допустим, полисахариды, они могут обладать противоопухолевым действием. Другие обладают антиоксидантным, противовоспалительным, защита печени, противобактериальным, противогрибковым, противовирусным действием, защита от язвы желудка, да, противоязвенная, активация энергии жизненной, снижение холестерина, регуляция иммунитета, защита нервной системы, противодиабетическая, то есть снижение сахара, снижение инсулинорезистентности, защита сердца против атеросклероза и противотромботическое действие. И действительно, ну, например, пищевые волокна здесь находятся, которые могут улучшать стул, подпитывают кишечную микрофлору, нужны для её здоровья. Также они будут забирать на себя холестерин, допустим, или снижать всасывание сахара, то есть это противодиабетическое такое средство для снижения холестерина, то есть волокна тоже крайне важны. Также волокна крайне важны для снижения риска рака кишечника, например. Дальше, очень интересно, содержится здесь именно сахара, которые в качестве биодобавок зачастую используются для того, чтобы снижать инсулинорезистентность или мочевую кислоту у тех, у кого, допустим, подагра, снижать сахар, помогать людям, которые страдают жировой болезнью печени. Дехироинозитол, он может помочь, тоже диабетикам может помочь, может помочь при инсулинорезистентности при СПКЯ, то есть синдроме поликистозных яичников. Важно, очень у многих женщин он есть, и он может вызывать и диабетические проблемы, и повышенный рост, допустим, оволосения по мужскому типу, он может вызывать бесплодие, то есть тоже это в качестве биодобавки, это вещество используется. А тут оно есть в гречке. Ну, естественно, надо много есть в гречке постоянно, чтобы добиться эффекта того же, что люди чего добываются с помощью приема каких-то экстрактов. Но в любом случае, почему бы ее на постоянной основе не включать в ваш рацион? Это природно, естественно и полезно. По содержанию всяких нутриентов, скажем так, мы видим здесь энергетическая ценность, много углеводов, тем, кто на кето-диете хочет быть, не пойдет. Жиры, волокна, белка достаточно мало, зато тут есть незаменимые аминокислоты, то есть те, которые мы не умеем синтезировать, и которые нам обязательно нужно получать из пищи. Такие как, допустим, лейцин или лизин. В гречихе много, посмотрите. Калий, магний, фосфор, кальций, тут же есть железо. Цинка не очень много. А это, кстати, сравнение с, допустим, с рисом или с пшеницей. То есть, в общем и целом, неплохо для здоровья зубов, костей, у кого остеопороз, чтобы иммунитет усилить. Для здоровья желудочно-кишечного тракта, кожи, нервной системы, хрящей, связок, мышц. Плюс тут же еще содержатся витамины группы В, это В1, В2, В6, а также холин и витамин Е. И я еще раз повторюсь, что, во-первых, здесь нет глютена, и, во-вторых, даже несмотря на то, что не пойдет тем людям, кто на кето-диете, потому что здесь много углеводов, но при этом гликемический индекс невысокий, поэтому не будет такого резкого всплеска инсулина, что является хорошим показателем. И все это, конечно, замечательно, но давайте с вами разберемся все-таки, а какие у нас исследования существуют на реальных людях? И вот то, что я вам говорил, чай из гречихи, это рандомизированное, двойное, слепое, плацебо-контролируемое, то есть сравнивали с группой плацебо, 67 пациентов, и пытались использовать чай из гречихи для того, чтобы понять, будет ли это помогать при отеках, при начальных признаках варикозной болезни. И в общем и целом выяснилось, что гречиха, применение ее в пищу, помогает несколько замедлить нарастание отека у таких пациентов. А теперь посмотрите, это систематический обзор и мета-анализ. То есть взяли много исследований, их собрали воедино, проанализировали, выбрали, естественно, нормальный, хорошего качества. 13 рандомизированных и контролируемых исследований на людях и определили, что сахар крови, холестерин и 3 глицериды гречиха реально помогает снижать в сравнении с группой, которые не получали ее. По всем остальным эффектам нужно еще доисследовать. Здесь исследовалась татарская гречка, гречиха, по привычке уже. Пациенты с диабетом второго типа, поможет ли оно им, чтобы снизить инсулино-резистентность. Инсулин, холестерин и так называемый плохой холестерин, хотя это такое понятие очень относительное, они действительно снижались. Инсулинно-резистентность снижалась, если употреблять более 110 грамм в день. То есть довольно много. То есть реально гречиха может быть неплохим выбором для пациентов, страдающих диабетом. Хотя там, конечно, лучше. Ну, за счет того, что индекс гликемический невысокий, плюс волокна, плюс там много разных веществ, которые могут помочь в борьбе с этим, с этой напастью. Но в любом случае пациентам таким лучше как можно меньше есть углеводов. Понятно, что вообще быстрый углевод – это самое зло, но и просто углеводы тоже желательно сокращать. Но если уж какие-то есть, то, в принципе, гречиха – неплохой вариант. О влиянии на желудочно-кишечный тракт. Еще есть такой систематический обзор свеженький 22-го года. Здесь у нас больше было исследований не на пациентах, а на клетках и животных. Показали, что помогает гречиха в борьбе с раком толстого кишечника, снижает воспаление слизистой, помогает наладить микрофлору, помогает в синтезе короткоцепочечных жирных кислот. А на людях, к сожалению, исследований недостаточно, чтобы делать какие-то выводы. Еще одно исследование. Здесь употребляли печенье с гречихой. Сравнивали, потому что в обыкновенной гречихе меньше рутина, в тартарской ее больше. И смотрели. Вот первая группа получала сначала 2 недели печенье с татарской, а потом с обычной, а вторая наоборот. И выяснилось, что татарская она помогает снизить показатели, скажем так, свободных радикалов в организме. То есть, имеет лучший антиоксидатный эффект, видимо, за счет большой концентрации рутина. И употребление обеих разновидностей помогало снизить холестерин. Дорогие зрители, на этом все на сегодня. Гречиха продукт хороший. Она, кроме того, содержит еще и полезные моно- и полиненасыщенные жирные кислоты. И регулярное употребление может принести пользу для здоровья для многих органов. Она может быть особенно актуальна для людей, которые страдают каким-то из видов непереносимости глютена. Об этом я тоже рассказывал в отдельных видео о безглютеновой диете, потому что там вообще очень тяжело все в плане многих микроэлементов и витаминов. Она такая очень ограничивающая, но, к сожалению, для людей, допустим, страдающих целиаке, это единственный способ выживания, я бы сказал. Поэтому вот гречиха для них очень хороший продукт. А я с вами на сегодня прощаюсь. И что у вас в следующих видео? Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok